Ребят, сделал стоп-старт, через 12 секунд возобновится стрим у вас. Вы услышите то, что я говорю. Сейчас мы посмотрим немножечко лайфхенд капа. Играют сейчас Рианг против Джейши, потом Рианг против Кина и Кин против Джейши. Будет матч. Хиро уже отыграл, выиграл Джейши. 2-0, Кина 2-1. И 1-2 слил Риангу. В общем-то, вот так 5-3 закончил. У него хорошие шансы на выход из группы, соответственно. Вот, но я видел, что даже один раз переигровки на лайфхенге были или на СГЛ. Вот, причем на этом лайфхенге в группе Б. Ну, сейчас, через несколько секунд. Секунд-стрим начнется, ребят. А вот и инвайтик пошел. Отлично. Сейчас, ВИЧ, проверю, работает или нет. Вот, поэтому... Секунд-стрим. А вот и инвайтик. Прямо. А вот и инвайтик. Прямо. А вот и инвайтик. Прямо. Усть инвайтик. А вот и инвайтик. Ну что, Риангжиэши. Риангжиэши. Так, ребят, короче, здесь у нас СС первая, два вора Каурьянга. У Джиэши, ну очевидно, что Рианг 1.0 ведет. Рианг очень силен, в последнее время Джиэши, ну это китайский как бы протез, и это не значит, что сразу приговор, да, ты китайский протез, и все, ничего не сделать. Но все-таки уровень, конечно, не дотягивает до Рианга и так далее там, и тез. Да, Кунфукап нужно даже убрать. Так. 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 Так, ребят, здесь у Джиэши интересно, как создание очень расположено. Отдельно откладывает Робо где-то вдалеке от основных строений, как его пилоны не прикрывают минеральную линию. Идеально здесь поздний на второй базе пилон, но в принципе, это пофиг, уж никого агрессии не было. Вот. Так. Пять гейтов сейчас добавляют. Шесть гейтов добавляют. Плюс один есть. То есть это восемь гейтов. Квад столько много там. Восемь гейтов адепта. Ну посмотрим, что произойдет сейчас. Я не знаю, что тут может произойти. Ну с восьми гейтов может адептами больно сделать, в принципе, да, как бы, Джиэши и Риангу. Залетает призма сейчас. Видит об сервером все прекрасно у нас Джиэши. Сразу заранее еще одну строить. Что творишь-то? Спалили призму здесь. О, провал-то какой-то. Что за варп адептов-то на вэлграунд странный пошел. Нужно на мейн залетать? Конечно. Других вариантов просто здесь я не вижу. Стимпак еще пока не готов. Короче, просто на ровном месте умудрился Джиэши слиться здесь. Ну, адептами нужно сейчас просто идти бункер пробивать, в общем-то. И все, пытаться в лоб убить. Других вариантов здесь просто нету. Бункер пробивает же еще. Но у Риангу уже стимпак, как у большим проблемах. Здесь он уходит всеми мариками. Адептами надо прямо в мариков рываться. Другого варианта нет. В КСМ-ок ворвешься, будет тяжко так добиться. Довар по адептам не вижу. Соплай блок при пилоне не строится просто. Что он делает вообще? Как тормозну, так можно действовать? Я просто не понимаю. Ты пришел кушать, и ты просто стоишь, ни хрена не делаешь. Так, вот Мариков телепортнулся. Но все-таки, все-таки адепты с глефами это вам, ребята. А не какие-нибудь там собаки без мула. Или марики без стима, без щитов. Адепты с глефами они разваливают. И даже при таком странном поведении этого достаточно. Джейши он Рианга разваливает в этой игре. Это факт. Призму пытается вкуснуть. Рианг не профокуснул. Даже Призму в игре пишет 1-1, ребята. Вот это Джейши. Вот это силище. Так, надо мэджику отписать. Сейчас надо сметь своё, значит мы, ничто не разбирать, also кинулым бумагом с бленнями. Так. Так, вот, все в окей, займись. Так, вот, все в окей, займись. Так, вот. Так, вот. Ну что, ребята. Рианг Джейши. Так. Так, вот. Так. Так. Так, вот. Так, вот. Так, вот. 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 Так, вот. Так. Так, вот. Так, вот. Так. 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 У Кина 1-2. Так. Если 2-0-2-0. Плюс 4 будет. И сейчас, короче, Кин Рианга 2-0 катнет. И Джейши 2-0 катнет. Он с первого места еще выйдет. Но 2-0 катнуть Рианга будет крайне сложно. Он ТВТ, точнее, великолепен в последнее время. Вот. Если одну карту хоть кому-то сольет, то уже с первого точки не выйдет. Потому что по личным встречам Хиро-то его опередит. Да, как бы. Вот. Такие дела. Так. Окей, Рич, ты меня еще до спрашивал про количество поддерживающих. Я тебе ответил тогда и забыл спросить. Забыл посмотреть, ты там вообще как-то отреагировал или нет. Количество неважно. Маскаль говорит, однобазовый темпист. Это как купить Х6 в кредит с зарплатой 300.000 рублей. При этом, чтоб у тебя ипотека еще была. Использовать так bubbleлект. Я смотрю, думаю, чей-то стримит Таббер или нет. Вообще просто захожу и угорел. Таббер какие-то в такие. Аббер тут в гримерке, типа, актерское мастерство развивает. Леха, что ли, красавчик. Усы там, типа, сидяки. Дальнобойщика врубил, что-то круче. Глава богу, я пока не на своей тачке. На своей я буду аккуратен. Ставится на красный цвет. Опять забыл, да что такое? Угорает вообще. Вот, ай вот. Готовится к ноябрю, походу. Поехали. А я думаю, что за мужик усатый там сидит такой вообще. Ну, потому что, когда на стрим так, ну, на главную посмотришь, когда он маленький, там непонятно было, издалека не видно. Бывает. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, кепку надо было еще надеть, Люхе. Че, ну, я говорил, думал, что это Аберлистрим с кого-то делает. Просто смотрю, что-то мужик какой-то сидит. А потом-то вкурил, вкурил, что происходит. Ну, бывает, бывает, ребята. Продолжение следует... Улучшение завершено. Смерть на пороге. Продолжение следует... Так, ребят, все, отвлекся на секундочку еще. Посмотрел в конфу, там, и вернулся к вам. Кин против Рьянга играет. Я не видел, какой был опенинг. Вижу, что здесь один рипер, один марик. Факта, без вообще ничего не строится у Кина. Только сейчас он минку заказывает Старпорт. Здесь Старпорт строится. Но у Рьянга два, между прочим, рипера и гелик сейчас. Все это запрыгивает наверх. Риперов скинул, а назад запрыгнул. Рьянг сейчас... А что мешает через рамку зайти, я чуть не понимаю. Так, сейчас еще один гелик приедет. Гранату на рамку кидать надо. Так, риперов поменял местами, да, я нужно его подальше поставил. Все правильно сделал. Миночка выходит вниз. Но минку можно гранатами будет вообще в легкую закидать. Просто сейчас... Вот они взрываются сейчас. Че-то уже марика реально много стало. Пора сваливать, нафиг, отсюда. Рьянгу, что он и делает, хотел рипера было забрать, но он не рискнул. На таких попытках забрать юнита демеджного можно потерять все, в общем. Ой, как легкий по щищамис поднял сразу плюс 30 человек. Пошло смотреть. Часть фляжки. Как по-настоящему. Не, ну че, прикольно. Так, приходит Рьянг. Смотрите, Кина тут пытается развалить. Ну, танк законтролил Кин. Че-то улетел. Ну, в итоге Рьянг все равно что-то разваливает здесь. Я посмотрю, как-то жестко. Прям вообще. Ну, что, я Рьянг танк не законтролил. Рипер стреляет, стреляет. Рипера лечат. Риперу вообще похуй. Под медивак у меня. Я, верить, под медиваком. Я и так регенится могу еще здесь медивак. Энергия окончается. 4153, но это катастрофа для Кина, конечно. Вот. Я тоже думал, глав техническая возможность, потому что в ноябре, да, там, как конкурс стримеров будет, типа, застримить, как я на турник хожу, но, как бы, не застримить будет, если только на камеру поснимать. Ну, и объявить какой-нибудь конкурс, типа, каждый, кто угорает, тоже, чтобы поснимал, прислал. Он мне записи, например, или какой-нибудь выложил, а я бы показал бы. Такая у меня идея была, но посмотрим, насколько будет много турниров, просто в ноябре, насколько это вообще реализуемо будет. Если будет время какое-то, то, может быть, зерги. Нет, в данной группе катастрофа зергов на лайфинге нет. У зергов мы посмотрели на, это, на кунг-фу капе. Тру выиграл Ниба, и Ниб уже отказался от кунг-фу участия в пользу Везга американского. Так, прилетает пинг. Вриенг развалился, как говорится. Секун вовремя подъехал, танк есть, танк продемиджился. Короче, ты же пришел, нелепо, тут не отдавался. Так, банша минус, здесь красная рианговская улетает. Вторая, блин, одну потерял, одну отдал. Одну, одна ушла, точнее, ну, на восьми кп, это смешно как бы на вычинивать, и энергии тоже нету при этом всем. Бактыкин на ровном месте, собственно говоря, отыграл свое отставание, хотя неудачно дропнулся. Слушай, рианг здесь очень-очень неплохо, предыдущий в рюк сделался, разменялся он плюс здесь, это факт. Но у рианга третья ццшечка, вот где его плюсы, у него рабочих чуть больше, хоть и боевого поменьше лимита. Так, здесь какой-то выход идет со стороны Кина. Очередной, два танка 20 клона, несколько мариков есть в выходе, без тимпака, три викинга, вот эти викинги решать будут здесь, два всего пока что. Заходят циклоны, циклоны заминусовал вроде как кинг, рианг выводит рабочих, рианг контролит свои танки очень-очень неплохо, но, не, ну а что, ну кинг здесь в общем-то разваливается, причем жестко, почему-то викингами вперед не идет, не в медивах, не вбивает, а сейчас уже и викинги вылезают. Лесенка среди чата? Да не, не лесенка, а просто типа, чтобы каждый поснимал, как он зарядочку делает, ну, разогрев и как что там, ну и его версию, какие там повторения, подходы там и т.д. Дарк ЗВ это Life & Cup, китайский турнир, просто онлайн-турнир с неплохими призовыми, вот только недавно был тоже китайский турнир Кунг Фу Кап с более крутыми призовыми, но тоже онлайн, как-то так, вот, но они будут выложены сейчас чуть позже, как раз, когда я пойду позаниматься, вот, пойду позанимаюсь, вернусь к вам, постримлю чуть ФП, вечером Card Star Cup, наверное, мы посмотрим, что там наши игроки, скорее всего, не будут играть, к сожалению, не из игры, там Base Trade TV, насколько я помню, у нас Base Trade TV Contra еще старая есть, поэтому туда никак не попасть будет, вот, но в любом случае по рестримлю, может, Блайчик там будет играть, может, еще кто-то там будет играть, все равно вечером нечего больше смотреть, а я хочу сейчас побольше как-то стримить начинать, ну, потому что только днем, как бы, да, основная аудитория вечером, вот, как-то так. Так, у Рьянга щиты не доделались еще, зато 1-1 есть, у Кина только атака пока, и даже тимпакт не готов, зато щиты есть у него, в чем прикол. Ну, так, здесь танчики прилетают, ну, это наглость от Кина, куда-то полетел-то, е-маро. Ну, тут пить с МГГ выходим, из 4 танков остался 1, и, учитывая, что это и так практически улыновый врыв, ведь отстает Кина очень серьезно от Рьянга, теперь ему вообще ничего не сделать будет с одним танком, это факт. не получилось, не сконтролил, ничего не поделаешь. Лимон ЕКБ, фулл банши, что-то имеешь в виду фулл банши, в смысле, масс банши, только банши одни, что ли? Ну, во-первых, их воздухом законтрят. Во-вторых, есть билды на банши, либераторы, викинги, например, с зергом, как бы, с тираном тяжело. Так, тиран на тиран, да и марики со стимпаком, био, с нормальной грейдами банши вообще уносят, на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня, как бы, надо сходить, но у меня минут сорок. Там я обычно дергаюсь, пока что, как червь. Вот, но уже пять или шесть дней подряд с летом, как бы, уже получше стало, да? Вот. К ноябре, я думаю, получше уже будет вообще, как бы. Ну, а в ноябре как раз марафон там стримерский плюс. Заниматься буду, как бы вообще хорошо будет. Разведчик. Если ты про Лайфенд, то да, сегодня только группа С. Вот. А завтра группа Д, ну завтра Кунг-Фу Кап надо будет стрельстать. И что завтра на Кунг-Фу Капе? Тут Минг-Сторг, Панг-Цан. Ну, завтра два ПВЗ будет. Завтра два ПВЗ, Матчап хорошая. Посмотрим, что там да как. Ссылочку. Привет, маньяк. Ты всё, не уймёшься? Пёс. Ладно, что не пёс, не веришь. Завязывай, завязывай. Пока что я смотрю и даже не предупреждаю. Ну, я смотрю. Так. Есть ныка на КСМ. У Кина. Это прокси Старпорт пошёл. Прокси Либератор, я так понимаю. Здесь что? Рипер, Марик, Гелик. А здесь риперы, Гелики. Также, да, делаю Саурьянга. Марик, вот, пошёл. Куда ты пошёл? Сейчас тебя застрелит этот боец. Этот бандит просто. На халяву находит просто Старпорт сейчас у нас Рианга. Но, слава богу, он достроиться успел. И заказан Либератор. Просто секунду раньше бы нашёл, и всё. На один выстрел просто раньше нашёл бы. Не знаю, сколько я на другом? У меня здесь рядом с домом я ходил. в предыдущие несколько дней. Тут ни колестницы, которые ходить надо, кажется. Там, поэтому, хват такой другой совершенно. Но это, ну, тут более лёгкий хват, чем на стандартном турнике. А сейчас на стадион я пойду. Вот. Не знаю, короче. Я думаю, что 10-10. 10-10, 11-11, 12-12. Думаю, так буду делать. Ну, и между ними 6 раз пресса по десятке ногами. Как бы, ну, вот так вот обычно я делаю. Ну, естественно, сначала разминочка небольшая, потом между упражнениями ещё растяжка. Так вот, ну, вниз руками там и так далее. Ногу, колено больное, своё разминаю, очень оперированное. Уже сгибаемость почти. Как бы такого. Ну, правда, пока не делаешь, оно опять, как бы, ну, сгибаться плохо начинает. Так, я тебе скинул сетку разведчику. Ты можешь посмотреть. Да, сегодня только группа ЦЭЛ у нас на Лайпенге. КСМ-очка одна ещё подставилась. У Рианга отдалась. Здесь риперы опять на мейн прилетают. Что происходит-то? Викинга можно сейчас посадить. Викинга не сажает у нас Рианг. Ну, Кинг тут похорасил неслабо. Здесь уже банша с инвизом делается. А здесь Рианг приехал и говорит, ты чё вообще? Ты чё? Надо лабу развалить. Если лабу развалит, а он развалит лабу, не успевает выйти здесь ничего. Лаба падает! Лаба падает! Лаба упала. Не кушать на этого циклона. Лаба-то упала уже, банша теперь будет без инвиза. Это печаль. Лаба-то упал. Так, ну тут неудачный выход Это от Рьянга в центр последовал Вот сейчас только что Либератор раскладывается Пытается Кин Пытается Кин идти вперед Но здесь танк, как же он решает этот танк Сейчас Ну Кин тут по циклончикам Специально идет вперед, пытаясь танк завалить Ну Танчик ушел дальше Наверх, это очень печально Циклон у Рьянга Вышел сейчас В итоге Кин только разменялся В принципе неплохо, я бы сказал, да? Ну Кин здесь Не только разменяться нужно Ему нужно тут развалить бы Не мешало бы оппоненту его, да? Циклончик отдался Танк стреляет и стреляет И все, ничего с ним не поделать Так Карты можно донатить Там вроде как-то через Яндекс это делается Так что ты, ну смотри Получится, не получится Я не знаю Тебе поддержать Стараюсь так делать, но сам недавно фигней буквально занимался То есть тут просто, ну, что-то я сам как-то началась полоса Когда хочется так вот действовать Так, викинг слился Здесь идет вперед Учтыкин В Яндекс хайграунда просто дичь какую-то творит Танк этот-то вообще наубивало Я не знаю, нереальное количество ювентов В общем-то туда-сюда В общем, движуха идет Но у Кина уже стимпак Блин, у Кина уже стимпак Сейчас доделся Если бы он сейчас этих мариков не отдал Он так бы все четко мог бы сделать Но он взял, отдался до ключевого вообще игры Да, сейчас Стима нету Ничего нету Так, ну марики заходят на стиме Летит мариков, принимает Будь с танчиком Танчик вперед, мучка ведет Марики бегут Ну какие, куда тут Четыре танка уже Мариков слишком мало И все Панмод тебя не увидит Тоже с гг человек пишет Ты видишь то, что на гг происходит Она гг не видно Если общего чатика нету У рестара, конечно Так, минут четыре, минут шесть Ким продолжает давить И, кстати, достаточно успешно То есть, ну две базы По лимиту вообще сравнялись По типу боевому Очень-очень близко КСМ-ок три Откуда тут взялось Вычинивает танки В общем-то Спокойно По КСМ-кам зал сделал С плешем танку досталось А в итоге Это до самого танка не доставал Только до КСМ-ок доставал У нас Рен Ким пытается подойти На стимпаке без щитов Идет вперед А здесь уже щиты готовы Но снима нету Различник поддержал ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Спасибо за классные стримы Удачи и процветания Спасибо, Различник Гг, ты щиткин, ребят Рианг 2-0 Рианг, который проиграл То есть Рианг, который убил Хира Получается, да Ну проиграл Джей Ши То есть у него было 3-3 Сейчас он 2-0 выиграл У него 5-3 стало Он, кстати, первое место занимает По личным встречам И был граф Хира Ну а Кин с Джей Ши Укина Что у нас вообще сейчас Укина? Укина! Прошу прощения Укина Так, здесь 0-2 И 1-2 Хира Он слился Укина 1-4 О, нет Укина все Укина уже никуда не выйдет точно И Джей Ши никуда А, нет Джей Ши еще есть шанс выйти Похоже, нет Фаня7 поддержал ваш канал На сумму 50 рублей И сообщает Привет из ЛНР Спасибо за твой титанический труд Спасибо, разведчик Спасибо, Фаня7 Так Ну труд Я бы не сказал Что прям титанический Если посерьезнее Но Ждем следующую игру Это формальностью будет На самом деле Следующая игра То есть она как бы Ну Она ничего не решит Абсолютно Следующая игра БЛНР Тоже привет Спасибо Короче Всем за поддержку Ну посмотрим Это ТВП Что говорить Отыграть Все равно надо Пацанам Кстати, ребят Прошла инфа Тут от Майкера Что в ближайшее время На значительную сумму денег На два месяца Будет реклама Вот Так что просьба От блоки отключать Будет отдельная Вот Но я скажу Когда она точно будет Извиняюсь To который Куда улетал Время 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 Отк는 Продолжение следует... 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 Я здесь, среди теней. Кажется, тут блинг не пуш, здесь блинг просто оборонительный. Все, блин, готов. Третий некст, выходит третий некст. Ну не знаю, с корейцем играть таким билдом опасно, короче говоря. Вот. Здесь у нас инженерочка. Ну тут прекрасно понимает Кин, что ему делать. Ему нужно прессовать будет сейчас двух бас с его билдом. Потому что 30 сц не видно. Здесь строится либерат. Правда, реактор пока не на Старкорте. Страну с медилаков пока не будет. Скан минус артера. Все, вот наконец сейчас Старкор заработает. Так, на мейне почти рабочую больше, чем на второй. Хотя при таких условиях нужно наоборот, чтобы там на штучке 3-4, на 2-3-4 рабочую было на второй больше, чем на мейне. Чтобы они здесь чуть быстрее добывали, ведь мейн закончится быстрее. Ну что, третий нет, тут готов. Рабам, фруц, как-то вроде как. Так, это либератор прилетал? Нет, это что-то другое прилетало. Минки прилетали. Видимо, минка жахнула с флэшем, шли попала по Сталкерам. Игра приостановлена. Паузу Джейши просит. Прошу прощения, что земнул. Удачи-то мне. За секунду. Ой, ой. Прощение, пожалуйста. Ну бывает, что там. Темно стало очень везде, короче, ребят. Тут я не виноват. Короче говоря, ждем продолжения. Лак, говорит, китаец. Ну чувак, что кто сделает? Холина, себе PayPal мне письмо прислал. Тестим прямой донат. Спасибо, Дмитрий, но это вчера было. И тебя нет, наверное, сейчас. Ну я чуть позже, ребят. Сколько у нас время вообще? 17-15. Сейчас у нас время. Да что ты, баннер я получил? За хулут. Одному тоже нужно по ходу дела сейчас выпиливать. Тем более на 20 минут ты сидишь и отдохнешь. Откровенный человек тух-ту несет. Не надо спросить, сидит ссылок. Там не ссылок провокационных. Так, 132-133 лимиты близки очень. Очень прям близки они. Хорошо, тут контроль от J6. Успевает отводить. Так, сталкерами мимки-то, чего не убить. Так, 3 апсервера. Это называется, нажал F2 и сюда мышкой прийти всем. И поэтому пацаны прилетели тоже на зов срочно. Вот это всегда минус. Я тоже люблю, как бы, на месте F2 жать. И апсерверы, которые должны, по идее, контролить, они фига отсталкеры. Только кусочек такой небольшой остался. А че так мало-то? А апсерверы все слетаются в кучу, блин. Так, идет двое жопа. Три адепта телефортируют сейчас J6. То есть на ровном месте ошибки не-то допускают здесь. Причем у Тирана на самом деле здесь так, ну, не очень много-то лимита. Вот отсюда зайти, пока либераторы будут перераскладываться просто адептами, грамотно ворваться и все. Скан пошел, заходит сталкер на ХГ, либераторы что ли? Либераторы перераскладываются? Далеко перераскладываются. Уйди просто сюда, к рампе, конечно, и все. Бункер сейчас пробьем. Призму переведем. Саплай блок у Тирана уже, как вы видите. В чем неприятный очень такой саплай блок под либераторов. Полез под либераторов. Вот на минки попадает, там залп какие-то на апсерверах ведут от минок. Либераторы падают, но адептов как-то много. А че Джейши так вообще? Я бы не сказал, что он выигрывает, но он с Тиранами неплохо бьется. Мне показалось, что Кина пробивает в какой-то момент, но это только показалось. Сейчас он Кина не пробивает. Здесь это био просто расчищает. Там, я не знаю, уже секунд 30 битв уйдет, что для Старкрафта на самом деле много. И все-таки Кин здесь отбивается. Ну и победа для него будет. Здесь дистансмайник без заказа у него не эксуса идет. Странный очень. Я думаю, что Джейши нужно в этой ситуации его призму сюда подвести. Возможно, на мейн часть адептов варпануть, зайти мейн, пошатать. Даже не варпануть, 4 снизу перевести сюда. Призму разложить варпите. Не драться вот сейчас, когда Алиберат переразложилась, а сюда еще чуть дальше пройти. Если бы тиран еще бы дальше зашел, тогда бы уже бой принять внову на варпу. Ну плюс еще грейды пишу просто слабовато. Пытается держаться же. Джейши, кстати, парабам в плюсе он, что самое интересное. Что-то загружается, Кин разгружается. Падлинка, Джейши, 1-1 медивак сбивает, но... Ну в итоге теряет несколько стокеров, но тем не менее держится пока. Субтитры делал DimaTorzok Слава дала! Так, кстати, выдержал Джейши прессинг. Еще и рабочих сюда переводят. Ну куда? Ну 25-то зачем сюда переводить? Ну мейн просто кончился. Здесь тоже уже все кончается. А у тирана что? Ну тирана то же самое. У тирана нету, между прочим, четвертой базы. То есть, в принципе, Джейши сейчас может преимущество получить. Ну 2-1 грейды тирановские в 1-1 проццевские. Я уже не раз говорил, что этот провал полный, на самом деле, по грейдам. Ну это... Туда что-ли пошел, наконец-то темно. Туда что-ли пошел, наконец-то темно. Заводит, а тиран вниз сейчас улетит просто и все. А сталкеров было недостаточно, чтобы сдержать. В итоге лимит опять сравнивается. Только Джейши вперед вышел. Опять лимит сравнялся. Здесь халявная призма висит. Сейчас ее собьет, естественно, тиран. Либераторы пришли. Как же вовремя к передропу. Они пришли сюда и... Нечайло. Еще 2 либератора прилетают. Просто сражается, не сдается. Но все-таки что-то ему не хватает немножечко. А мне кажется, не хватает какой-то инициативы ему. Призма вот здесь висела. Вместо того, чтобы быть где-то здесь, здесь и разваливать единственный вообще рабочий... Не единственный возможный вариант. Туда действовать на второй базе, на манекене здания. Возможно, с делками даже поразваливать. А, дарками, е-мое. В конце концов, там на сканы разводить. То есть просто постоянно отбивается только. И тиран, конечно же, с этого плюс имеет. Просто нужно контр-дропы делать в такой ситуации, если он выход не может сделать. Но просто не может сделать контр-дропы, потому что... Он недоконтроливает. Здесь рабочие падают. Короче, ребята, это ГГНчик. Очевидно, абсолютно для Протса. Здесь адепты ворфанули. 48, 47, парабам. Уж парабам ровно. И ЦЦщика нового Укина начал ворваться. Он же и шиба очень близок к тому, чтобы победить. Субтитры сделал. Спасибо. Субтитры сделал. Спасибо. 115, 7,6 подходит скана, что у меня тут, похоже, что да, скана нет дарки на халяву поэтому рубят они назад не разворачивают их, правда, просто даже учитывая тот факт, что дарки очень хорошо рубят вообще энергии нет есть же энергия, 57 может, цеха не забейнджена, может быть, не хотел кидать специально я не знаю, ким скан а мэни на дарка кидает пробивает робот, сейчас гэгает еще понимает, что здесь уже не отбиться никак свет рублю, ребят вторую карту ждем вторую карту ждем то есть подходит hear you кто-то видите что это Продолжение следует... 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 вообще все очень хорошо вот и опять кстати темписты однобазовые пошли что самое интересное так оракул залетает нам сбоку куда залететь непонятное g6 здесь делает вообще что вот это значит а ну то он проверяет сашечку вторую в минеральную линию чего не надо залететь летал летал полгода все-таки залетел в итоге одну ксм убил кинул ревелейшн улетел не знаю мне кажется что в такой ситуации видишь что цсрщики нет может просто на кофиг залететь и через атаку убить там пять рабочих это будет хорошо темпист первый сейчас будет готов сталкер с антреадить второй сталкер а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Завершено ДimaTorzok 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 по три пробки сейчас. Делай игры D нормально, успевай добавлять гиты, выходи там в колодцах, во что-нибудь, в шторм, в конце концов, в такой более лейтовый, выходи там в четвертый нексус просто. Игры D делает. Все нормально будет абсолютно у него, но посмотрим, какой вариант же Иши выберут. Можно даже пропушить блинком, после блинка по КД заказать адептам Глеф и идти пушить. Продолжение следует... Так, восемь гейтов будет сейчас. Да, Глефы пошли у Джи Иши, он выдвигается вперед по лимитам 126-104. Если до щитов кину прийти, а тем более до стимпака, не, ну до стимпака 20 секунд, до стимпака точно прийти. До щитов чуть больше 30 секунд, ну вот. Даже, в принципе, если эти грейды доделаются у тирана... Так, а призма-то где? Я чуть не понял. А, призма вообще на мейн залетает. Нужен варп. Это варп вялый, вообще не стынет. Так, что так мало именит авто варпится? Так, видит прекрасно сейчас Джи Иши куда био идет. Сейчас можно просто адептами ворваться в био и покуснуть два либератора. Все, там ни хрена не сделать будет. Ну развел же, что стоишь-то? Иди в лоб выбей. О-о-о-о-о! Идет Джи Иши. Нет, вместо того, чтобы агрессивный блин сюда сделается убить, пока био не пришло соединиться с призмой до варпом, он просто тупит, короче. Он стоит на месте, ничего не делая. Ну, с такой игрой не победить. Тут нужно... Все, он не понимает даже своего преимущества просто тактического сейчас. Что он тирана гоняет просто в хлам вообще. Тиран, естественно, разбудится здесь. И он вынужден отбиваться. Ему никак не отбить Адавар с 8 гитов, если не отбить значительную часть 8. В это время оголяется вот здесь вот все. Джи Иши. Ну вот надо было в предыдущий раз биться. Здесь уже био стало значительно больше. Укина. И, естественно, так в рот не выбить. Причем призма где-то там погибла. А, вот две форши заработало. Прот закреплять пытается. Ну, действительно экономика, кстати. 2.464, я думаю, что Джи Иши тут уже не должен отпускать. Так, два газа давали. Колосс первый заказан. Форжа пчус плюс 2 вообще не бустится. Надо бустить обязательно. Да, вар пойдут. Тирана больше пока по лимиту. Идет серьезный очень выход такой. Колоссов пока нет. Часть рабочих у Пробса на 4 перешла. Нексус. Это абсолютно верное решение. Здесь лезть не надо. Просто сидеть за верчажами. И понемножку терпеть. Не давать тирану био просто сюда наверх заходить. И все. Колоссы доделаются. Вар будет. Будет вообще все хорошо. Колоссы сейчас тиран, конечно, спалил. Так, он вообще уходить решил. Так, здесь адепт пилону нашел. Медленный варп. 8 ксм в очередной раз уничтожено. Так, тиран идет на 6 часов. Брод с одним обсервом. Все, вот один обсерв четко висит. Все видно. Но стоит что-то тупик. Иди ты вниз уже, е-мое. Варп вниз идет. Вторая так сейчас доделается. Форжи вообще не бустятся почему-то. Рейндж колоссом только через 15 секунд будет готов. Приходит убератор минки. Дает все тут укопать. Ведь боевого тирана до сих пор больше. Все, колоссом рейндж готов. Все, везде готов вроде. Вот эта китайская беготня взад-вперед начинается. Туда-сюда бегает. Сливает. Уни тут много достаточно. Один адептик ворвался. Сталкер подвинку. Колосса жгут адепты. Джейши Кино тут убивает, между прочим, ребят. Я прям удивлен, где Джейши пошатал Рианга. И Джейши пошатал Кинга. Кин Кино. Как это так-то вообще? Ну, вот же Иши нет шансов на выход. Вот в чем прикол. У него тоже будет. У него будет 2-1 тоже. Но по картам он будет проседать. У него 4-3 будет статься, а там 5-3 у тебя. Взял бы он карту одну у кого-нибудь. Или здесь 2-0 выиграл. Он бы выйти мог бы. С первого места причем. Потому что Рианга он убил. Хотя нет, тогда бы там переигровки, наверное, были бы. За 1-2-3. Потому что у всех было бы по 5-3. И друг друга выиграли бы Рианг, Хира и Джейши. Ну, не повезло Джейши. Но он отыграл более чем достойно, конечно. Он, к сожалению, помочь мог счет только 2-0. В пользу Джейши. Сейчас. А, нет, вру. Так, у Джейши сейчас я вам скажу. У Джейши. Так, даже покажу. У Джейши 0-2. У Джейши. Так. 2-3 у Джейши после Рианга. А после Кина у Джейши 4-4. Ну да, тут 4-4 не выходит. Хотя 2-1, да, по этим. Вот такие вот дела. Короче, ребят. Сейчас я делаю стоп. Вернусь через пару секунд. Через, точнее, 90 секунд к вам расскажу, что будет. Субтитры выходит. Рын. Хочу. Субтитры выходит. Вот. Субтитры выходит. Продолжение следует...